На два дня военная часть в Улан-Удэ превратилась в место военно-спортивных игр «Орленок». Школьники со всей республики, а это 11 команд от 12 до 14 лет, съехались, чтобы узнать, кто самый подготовленный. Ребята проверяли свои навыки в военном ремесле. Это прежде всего игра для наших детей, которые должны почувствовать, проникнуться идеями игры и в дальнейшем достойно принимать участие в таких играх, как «Победа», в последующем «Зорница» и войти в братство военно-патриотических игр. В течение первого дня ученики шестых-седьмых классов под пристальным вниманием судей показывали подготовку в четырех дисциплинах. В первом ребята соревновались в знаниях об истории Отечества. После команды отправлялись на строевой смотр, где организаторы проверяли точность действий и дисциплину. Далее участникам предстояло пройти полосу препятствий. Как признаются сами ребята, это оказалось труднее всего. И в завершении дня все должны были на скорость собрать и разобрать автомат, а также показать точный выстрел из пневматики. После судеб предстояло подсчитать каждый набранный балл участниками. К слову, соревновались ребята как в личном, так и в командном зачете. Это первые соревнования для столь юных учеников. И, как говорят организаторы, этими играми они закрыли военно-спортивный цикл подготовки молодежи. Мы считаем, что все-таки очень важно, когда есть преемственность, когда начинают воспитывать, то есть с шестого класса, начиная военно-патриотическим вот этим вот навыком, и они уже к нам на выходе, получается, ну, скажем, приходят такие уже очень подготовленные. И мы надеемся на высокие результаты в дальнейшем на федеральном уровне. По итогу двухдневных испытаний военно-спортивной игры «Орленок» победу одержала сборная команда Улан-Уденской школы номер 8. Им достался кубок и небольшие денежные призы. Базарышев, Бату-Гармын, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова